Ну и сегодня вы знаете, что у нас в программе обсуждение вот этой замечательной книги Дэвида Шварца. Ну я буквально два слова вначале скажу. Во-первых, это одна из моих самых любимых книг. Это был период, когда я читал прям вот с запоем, всё-всё-всё. И вот не успел прочитать одну книжку, прям тут же от неё сразу поджигал вторую. И это было бесконечно. У меня был какой-то момент, когда я уже даже не помнил, в какой книжке я что прочитал. Такой был наплыв бешеной совершенно информации. Но я вот старательно промывал себе мозги. То есть это было сознательно. Я хотел, чтобы как можно больше вот этого позитива, как можно больше правильных мыслей напитали мои мозги и стали моей системой убеждений, моей системой мыслей. Я понимал, что от этого зависит мой успех. И вот когда я прочитал книгу «Магия масштабного мышления» или «Искусство масштабно», мне очень-очень в душу запало. Особенно начало мне это нравится про «Мастер-триумф» и «Мастер-провал». И я потом это многократно использовал. Я понял, насколько всё-таки наше мышление всё определяет, абсолютно всё. Не сами события, а то, как мы возьмём и развернём это событие, решит всё в нашей судьбе. И вот эта книжка, она стала с того момента особенной вообще среди моих книг. И когда меня спрашивали, ну вот какую вот одну книгу вы бы рекомендовали. Или я даже сам говорил, ты знаешь, не читай много книг сразу, а возьми вот одну. И как следует вот на ней сядь. Вот пусть она у тебя будет настольная. И я всегда рекомендовал «Магию искусства масштабного». И как мне понравилось то, что вот недавно мы обсуждали, вспоминали Джин Валерию. Я вам говорил, это бриллиант из Америки. Женщина, которая всю жизнь, мал бы, 50 лет, мал бы, и она. Она невероятная совершенно судьбы, мудрейшая. И она действительно очень мудрая. И уж каждое её выступление, каждое слово – это какое-то вот жемчужное. И мне так было интересно узнать, что, оказывается, Джин Валерию на протяжении уже скольких лет, это невероятно сколько лет, хотя бы один раз в год перечитывает книгу «Искусство мыслить масштабно». То есть я понял, что для неё эта книга тоже на особым счету. Я вроде бы понимал и раньше, что да, как бы от способа мышления много зависит. Мы не можем повлиять на направление ветра, но мы всегда можем выбрать, под каким углом поставить парус. Но вот этот пример с мастером триумфом и с мастером провалом, он до того меня прямо в самом начале книги вдохновил. Прямо такое, знаете, как озарение. А почему? Потому что я сразу стал примерять на какие-то жизненные ситуации. Я думаю, а да, действительно. Вот если я сейчас захочу, всё сразу станет в чёрных красках. Всё же можно размалевать чёрными красками. И скукситься, и заплакать, и жаловаться, и злиться. А потом, если захочу, при тех же самых условиях, без какого бы то ни было изменения, я всё это могу окрасить в прекрасные розовые цвета. В первом случае я себя буду чувствовать ужасно, моя эффективность снизится, моя самооценка упадёт, и толку от меня не будет никакого. Во втором случае я себя подниму, я себя укреплю, у меня будет совершенно другая самооценка, у меня будет совсем другая отдача. И вот когда я понял, собственно говоря, с этого книга всё начинается, я прям влюбился в эту книгу. Перечитывая, обратил внимание, что она захватывает, но все такие самые базовые, самые важные понятия и принципы успеха, там обо всём, допустим, про оправдание. Вот с того времени я стал обращать внимание на то, как люди разговаривают. Человек говорит, вот ты знаешь, там, и вот чего вы опоздали? Ой, ты знаешь, и вот это начинается. Причём я знаю, что опаздывают одни и те же, приходят вовремя одни и те же люди. То есть вот это вот. Но у них всегда есть алиби. У нас у каждого есть такая склонность на каждый свой поступок находить какие-то алиби. А с того момента у меня, знаете, прям вот как глаза открылись и всё, и больше уже не закрываются. Достаточно тяжело. То есть человек начинает мне. Я говорю, почему у меня был заказ, заказан там на сегодня доставку, почему его нет? Ой, вы знаете. Я говорю, вы поймите, это ваша красивая история, меня никак не интересует. Меня интересует результат. Я постоянно сталкиваюсь с тем, что отсутствие результата, нужного, необходимого, обещанного, всё время прикрывается красивой историей. Но человек, который эту историю рассказывает, он себя действительно чувствует оправданным. Он действительно искренне считает, что вот эти все факты, которые он сейчас перечислил, оправдывают то, что он не сделал. Это ужасная привычка. Это действительно привычка неудачников. Когда человек вместо того, чтобы стремиться любой ценой сделать так, как было задумано, или любой ценой достичь того уровня, который он обязан был сделать, сам перед собой обязан сделать, обязан сделать, потому что он это обещал, он начинает говорить, ну ты знаешь, в этом месяце так ситуация сложилась, там и звезды не сошлись, и Меркурий был ретроградный. Друзья, если так постоянно поступать, то всё, там вообще, короче, успеха не жди, от этого нужно избавляться прямо моментально. Да, я здесь тоже себя пометил, вот насчёт веры, да, поверь в свой успех, и ты преуспеешь. Абсолютно. Ну, вера тоже для меня, как бы, это такое самое фундаментальное, я считаю, условие для успеха. В Библии вера употребляется более пяти тысяч раз. Это самое значимое слово. Я вообще уверен абсолютно, что даже судьба, скажем, бойцовских поединков там решается до ринга, а не на ринге. То есть, если спортсмен выходит на ринг или на татами, там, на борцовский ковёр, изначально не будучи уверенным, что он выиграет поединок, он уже проиграл. Можно даже вообще не выходить и не пытаться. Потому что это будет уже на авось просто пытаться испытать случай. Это не работает. Вера – это всё. По этому поводу у меня в голове крутится столько всяких цитат. Вот я помню выражение, которое мне очень нравится. Они победили, когда подумали, что побеждают. Это про одну битву там из древних таких, да? То есть, они решили внутренне, им показалось по какой-то причине, что у них есть перевес, и они победили. Всё внутри нас. А вера определяет, ну, абсолютно всё. Просто я в буквальном смысле верю во всё, что написано в Библии, например. Вот буквально верю. Как бы мне не нужно для этого какие-то там доказательства особые, специальные. И не нужно там математические или физические какие-то обоснования. И я верю в то, что если человек будет иметь вот внушительную веру, то он может сказать, это и горе встань, и гора встанет, и вернется в море. Абсолютно точно. Дело в том, что когда человек во что-то верит, начинают происходить совершенно невероятные вещи. И я думаю, что у каждого из нас есть свои тому примеры из жизни. Когда мы во что-то уверовали по какой-то причине, пусть даже и не имеет значения совершенно, какого содержания наша вера, она правильная какая-то или неправильная, вообще не имеет никакого значения. Содержание веры не имеет... Сам факт наличия веры имеет значение. И если ты уверовал, то по вере вашей будет вам. Это миллиард процентов. Вот как важно верить в хорошее. Вот как важно фокусироваться. Там тоже он пишет о том, что нужно фокусироваться на успехе постоянно. Перестаньте фокусироваться на каких-то своих недостатках или проблемах. Вы их усиливаете. Фокусируйтесь на своем успехе. Ну а по поводу вдохновения и действий. Мне понравилось тоже на одних курсах. Там задали шикарный такой вопрос. Кто такой писатель? Мы же думаем о творческих людях, что писатель вот он и так в фильмах даже показывают. Вот он ходит, 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 ищет вдохновение. И вдруг раз его там озарило, куда-то он приехал, и понеслось там, полились мысли. Так вот, среди писателей это однозначно считается глупостью и мифом. Писатели никуда не ходят и никакого вдохновения не ищут. Они садятся и пишут. Поэтому есть такая фраза. Кто такой писатель? Писатель это тот, кто пишет. Все. Причем они садятся и начинают писать вот в тугую. Не идет. Но они начинают что-то писать. Вот первое, что идет в голову. И так они сидят, сидят и пишут, и пишут, и пишут, и пишут. Рвут страницы, пишут. Рвут страницы, пишут. Пока на каких-то страницах не начнут появляться правильные мысли. Это параллель с нашим бизнесом. Мы ходим и ищем вдохновения. Вот сейчас еще на один семинар поеду, еще одну книжку прочитаю, еще пять подкастов послушаю. И меня как прошибет. И я как попру прямо к бриллианту. Так вот, успешный человек это тот, который каждый день работает на свой успех. И в какой-то момент вдохновение действительно придет. Но у нас есть такое заблуждение, потому что действительно случаются какие-то моменты, когда приходят какие-то озарения. Но, во-первых, они случаются там четыре раза за всю жизнь. Если сидеть их и ждать, и надеяться на них, то все прождешь задаром. И они тоже на ровном месте не случаются. Все равно какой-то период подготовки был. Поэтому не нужно ждать никакого вдохновения. Абсолютно необходимо просто начинать действовать. Вот просто хочется, не хочется. Есть у тебя азарт, нет у тебя энтузиазма. Просто берись и делай. И завтра снова делай, и послезавтра снова делай. И наступит день, придет энтузиазм и придет вдохновение. Какой главный секрет успеха? Ну, версии разные были, ответы были разные. Так вот, спикер сказал, главный секрет успеха, буду делать, пока у меня не получится. Все, вот он, главный секрет успеха. Буду делать, пока не получится. Так мы учимся кататься на лыжах. Представляете, там упал пару раз. Ой, нет, это все лыжи, нет, это не мое. Не, не, видать, не для меня. Бросил. Там пошел еще куда-то. О, что-то здесь мне не очень нравится. Что-то я напрягаюсь, там сильно бросил. Это привычка неудачника. Чем отличаются люди, которые достигают успеха? Они упрямо, невзирая ни на какие вот сейчас сиюминутные моментальные результаты, видя то, к чему они хотят прийти. На самом деле, главным движителем в нашей жизни является видение. Если ты не видишь, если у тебя нет этого, и, кстати, в этой книге тоже это есть, вдохновенное такое видение того результата, той жизни, которую ты хочешь создать, оно и является твоим путеводителем. И если вот этого путеводителя нет, то тогда люди издуваются. Проблема в том, что если ты не знаешь, куда тебе идти, если тебя не вдохновляет, то куда ты идешь, то куда ты идешь тогда? Где тебе силу-то взять? Где тебе энергию взять? Где тебе энтузиазм взять? Где тебе убедительность найти? Если ты не знаешь, к чему ты хочешь прийти. Отличительная особенность главного успешных людей – это то, что у них есть это видение, которое они хотят создать. Оно их вдохновляет, и они не смотрят себе под ноги каждую минуту. Они смотрят туда, на это видение. Оттуда они черпают свою энергию, оттуда они черпают вдохновение, силу, физическую силу. И идут, несмотря ни на что. Препятствия, ищем обход, лезем под ним, лезем над ним, пробиваем его насквозь. И обязательно приходим. И это закон. Вот он закон достижения всего на свете. Буду делать, пока не получится. То же самое, вот с лидерством, то же самое с умением разговаривать. Невзирая ни на то, ни на что, как у тебя получается сегодня, ты продолжаешь, продолжаешь и продолжаешь это делать. И потом начинаешь замечать, что стало получаться лучше. А потом еще чуть лучше. Это тебя вдохновляет. А потом еще чуть лучше. Это тебя еще вдохновляет. И все. Вот и научился разговаривать. Вот и научился выступать. Очень важно находить в книгах каких-то, да, или у каких-то уважаемых экспертов, находить подтверждение тому, что ты уже однажды слышал. И это на тебя действует намного сильнее. Впечатляет и помогает поверить, убедиться, что да, действительно это так. Ну да, уверуй, да, и все у тебя получится однозначно. Думай, как победителя ты победишь. Но вы представляете, вот человек, допустим, начинает искать дорогу куда-то, не будучи уверенным, что эта дорога в принципе есть. Что ее возможно найти. Будет ли он прикладывать максимум усилий? Нет, он для начала постарается, да, ну, авось, а вдруг повезет, да. Но будучи убежденным, что пути нет, или дороги нет, или что это невозможно, он очень быстро бросит любые усилия. Теперь другая ситуация. Человек в самых дебрях, там, не знаю, где он находится, но он точно знает, что дорога есть. Он абсолютно в этом внутренне убежден. Именно поэтому он ее найдет. Потому что он не бросит прилагать усилия, пока не найдет выход. Вот так действует вера. И это все касается нашего бизнеса. Если ты веришь, что, да что ж такое, люди же есть, которые хотят зарабатывать деньги, значит, я их найду, куда же они денутся-то. И ты постоянно с собой ведешь вот такой правильный диалог, самоубеждающий такой, самоподдерживающий. Это и есть, кстати, приемы, с помощью которых ты усиливаешь свою веру, укрепляешь свою веру. Я постоянно веду такие диалоги с самим собой. Я сам очень ответственный. У меня были периоды, когда перед подготовкой каких-то мероприятий, каких-то выступлений, у меня такие нервы. Я переживаю, я мучаюсь. Я все время веду с собой разговор. Ну, что ты нервничаешь? Ты хоть раз кого-нибудь подвел? Ну, ты хоть раз в жизни кого-нибудь подвел? Нет. Всегда же нервничал? Да. И ни разу не подвел? Ну, так может, уже пора бросать? Ну, вот такие, знаете, вот такие разговоры, которые просто усиливают тебя, усиливают твою веру. И начинаешь себя и своими разговорами, внутренний диалог, он должен вас все время укреплять. Ни в коем случае не ведите тупые внутренние диалоги, где вы себя ругаете, критикуете, вспоминаете какие-то свои провалы. Это и есть путь в никуда. Это саморазрушительный путь. Здесь, кстати, в этой книге то же самое написано. Прекратите самосаботаж. Абсолютно необходимо следить за тем, чтобы все, что ты говорил самому себе, было только укрепляющее, только вдохновляющее и только мотивирующее. Чтобы хранить и вклады в позитивных мыслях. Банк разума — это секрет уверенности в себе. Когда действительно напитываешь, напитываешь, напитываешь свое сознание какими-то положительными мыслями о себе и положительными воспоминаниями. И когда тебе потребуется, оттуда берешь кредит. Событие плюс реакция — результат. Естественно, мы уже говорили об этом, всегда будем говорить. Не сами события имеют значение, а то, что мы с ними сделаем. Шекспир говорил, вещи сами по себе не являются неплохими, нехорошими, пока наш ум не сделает их такими. Чем глубже мы будем понимать, что абсолютно вся наша жизнь происходит только в нашем уме, тем быстрее мы научимся этой жизнью управлять. Я часто партнерам, часто людям повторяю, и себе тоже повторяю. Ты можешь вообще что-нибудь думать, испытывать, чувствовать, переживать вне своего тела, вне своего мозга? Есть у тебя такая возможность? Ты никогда ничего не можешь подумать, пережить или почувствовать вне себя. Все, вся абсолютно твоя жизнь происходит внутри тебя. И поскольку это все внутри, оно подконтрольно. Событие может быть каким угодно. Один из таких ярких примеров, который я много лет потом использовал, это Лос-Анджелес, город с вечной проблемой с пробками. Это огромные многополосные магистрали, которые стоят. И люди там стоят в машинах, ждут. И репортер идет и смотрит за поведением водителей. Кто-то там уже руль грызет, уже бесится, уже из себя выходит. Выскакивает из окошка, смотрит, там машет руками, кричит. Кто-то через несколько машин сидит спокойно. Он к нему подходит и спрашивает. Он говорит, ну вы знаете, я все время езжу по этой дороге, я заранее знаю, что будет пробка. Поэтому у меня всегда есть кофе в термосе. И у меня всегда есть курс испанского языка. Я вот учу испанский язык. Я сразу, как только это случается, я ставлю кассету. Ну, значит, курс языковый. Беру свой сэндвич, открываю термосок с кофе и сижу наслаждаюсь. Пробка одинаковая. Они стоят в одной и той же пробке. Ситуация совершенно равнозначная. И для одного, и для другого. Но один исходит на последние нервы, изнашивает свою нервную систему, у себя все настроение. А другой это использует для себя, чтобы получить какой-то хороший результат. А пробка одна и та же. Таким образом, не сами события имеют значение. События могут быть какими угодно. А именно реакция – это тот элемент, который все меняет, с помощью которого мы все контролируем. Почему в кризисы многие разоряются, идут на дно, а кто-то выходит на поверхность, наоборот, зарабатывает целый капитал. Он так решил. Он просто так решил. Мы в этом не участвуем. Все. Мы ведем другую политику. Это личное твое решение. Не кризис это решает. А ты решаешь. Что я могу предпринять? Не ой, почему это со мной случилось. Ой, из-за чего все так плохо. Ни в коем случае. Это нужно забыть вот эту просто методологию. Сразу же первый вопрос. Так, что я с этим могу сделать? Что реально мне подвластен в этой ситуации? На что конкретно я могу повлиять? И сразу же мозг переключается на совершенно… Вот знаете, стрелки, да? Стрелки железнодорожные. Там сидит стрелочник. Если он сюда стрелку поставит, то весь состав уйдет туда. Если он сюда стрелку переведет, то весь состав в поезд поедет совсем по другой дороге. Вот то же самое происходит в этот момент. Как только случается какое-то событие, и мы начинаем там паниковать или бояться, или еще что-то. Это стрелка конкретная. Конкретное направление. Стоит взять и задать один вопрос, который переключает мозг в состояние творчества, в состояние поиска решений. А что конкретно я с этим могу сделать уже сейчас? Или чтобы что-то улучшить, что мне уже сейчас подвластно, что я могу совершить? И все. И ты, как этот самый стрелочник, переключаешь вот эту судорожную свою болтовню в голове, весь процесс мышления, на нужную полосу. И поехали совсем в другом направлении. Это очень важно. Ну вот про храните вклады в позитивных мыслях я уже говорил. Это очень полезная практика. И я помню, периодически я это делал. И вот уже которую неделю собираюсь, дочку как-то хочу как-то ей показать, как это функционирует. Когда ты садишься и начинаешь перечислять все хорошее, что уже есть, или все свои достижения. Любые. Вот все, за что ты можешь себя похвалить в жизни. Если ты садишься и это делаешь периодически и постоянно, то это постепенно, постепенно, но очень твердо начинает повышать твою самооценку. Так уровень твоей самооценки и веру в себя. Вот это и называется храните вклады в позитивных мыслях. То, что банк разума это секрет уверенности в себе. Я помню, у Тресси был один тренинг по продажам. И он спрашивает, в чем принципиальная разница между успешными продавцами и неуспешными. Неуспешный продавец, перед тем, как нажать на ручку двери и зайти в офис, он вспоминает все свои неудачи. И уже трясется от страха. А успешный вспоминает все свои триумфы. И на этой волне, на подъеме, он перебрал в голове все свои удачные сделки. Раз, ручку нажал, вошел, смелый, уверенный. Совсем другая энергия от него идет. И у него внутри другая энергия. Конечно же он продаст. Избавься от самосаботажа, используйте магию слов. Вы то, что вы о себе думаете. Миллион процентов. Вы то, что вы о себе думаете. Внешний вид, самопрезентация. Абсолютно точно. Я абсолютно уверен, что нужно нам всегда следить за тем. Я вот иной раз иду в супермаркет. И думаю, ай, ерунда какая. Ну супермаркет, чем мне там наряжаться. Да я пойду как есть. Типа того, что. А сам себе думаю. А вдруг вот я сейчас пойду туда и с кем-то заговорю. Ну вот просто так случится, что столкнусь с каким-то человеком, начну разговаривать. Он на меня посмотрит и скажет. Вообще, никакого впечатления. А если я хорошо одет? И вдруг я кого-то там встретил. И мы заговорили. Он по внешнему виду посмотрит. Он сразу проникнется уважением. Никогда не сбрасывайте со счетов свой внешний вид. Всегда будьте на высоте. В 100% и встречают, и провожают по одежке. Успешными становятся те, которые понимают, что они занимаются важным делом. Только тот, кто ощущает важность того, что он делает, станет успешным. Это история про трех каменщиков. Который там кирпичи кладет, другой деньги зарабатывает, третий храм строит. Одну и ту же работу выполняет. Какой будет результат? Какое качество работы будет у этих троих? Или как Петр Мамонов. Две уборщицы моют пол. Обе 15 тысяч зарплату получают. Только одна моет, чтобы в конце месяца деньги получить, а другая, чтобы чисто было. Деньги получают одинаковые, но одна, говорит, моет правильно, а другая мимо. Если мы не просто делаем, потому что привыкли делать эту работу. Нужно думать о том, что людям надо, что я людям несу. И если мы при этом испытываем гордость от того, что мы людям несем, то нас все услышат. Нас будут правильно слышать, на нас будут правильно реагировать. И все это зависит от того, как мы, опять же, внутри себя, не где-то там, а внутри себя, в своих мозгах, в своем сердце настроили эти струнки, наладили этот инструмент, отрегулировали этот инструмент. И у нас есть ощущение того, что мы осуществляем какую-то миссию, что мы делаем что-то очень важное. Кому-то мы несем здоровье, кому-то мы несем благополучие, кому-то мы вообще несем единственный шанс в его жизни. У него никогда таких шансов не было. И чем чаще мы думаем о том, как много пользы мы потенциально можем принести людям, тем выше наша самооценка, тем выше наша эффективность. Вот вам магия масштабного мышления. Можно думать о том, что ты идешь сделать баллы, можно думать о том, что ты идешь продать на 10 тысяч тенге товар, а можно думать о том, что ты идешь решать проблему людей, а можно думать о том, что ты вообще спасаешь людей, несешь им свободу, несешь им инструмент для реализации мечты, для создания той жизни, о которой они, может, и не мечтали уже, или уже отчаялись, что у них никогда такой жизни не будет. а тут приходишь ты и даешь ему такой инструмент вот вам магия масштабного мышления это ваше мышление ваша настройка и в наших руках настроить этот инструмент окружение это все чем дольше живу и чем больше опыта я накапливаю тем больше я понимаю еще в большей степени насколько важно окружении нас в какой степени окружение полностью формирует детерминирует наши взгляды наше понимание наше убеждение наши стереотипы все складывается из нашего окружения кем бы ты ни был по своей вот структуре да по своей закваски зависимости от того куда тебя перемещать в какие разные круги ты будешь меняться ты не являешься чем-то таким самостоятельным и не независимым не ты продукт своего окружения вот тебя возьми в криминальную среду посади на 10 лет ты выйдешь другим человеком вообще другим будешь общаться с пессимистами будешь общаться с нытиками ты через год через два сам станешь нытиком станешь пессимистом ни во что не будешь верить пропитаешься сарказмом попади в среду успешных людей оптимистов людей позитивных через год через два они тебя подтянут ты будешь другим человеком окружение это наше все ищите себе хорошее окружение уходите от некачественного общения просто уходите принципиально уходите и все и ничего не бойся ничего не стесняйтесь не подставляйте себя под нытиков и болтунов там или сплетников не тратьте не черниговская говорила запомните мозг не реши то все что туда попало там останется твой мозг не реши то ты не думая ничего страшного там ну подумаешь там посидели два часа там посплетничали ерундой позвоню нет мозг не реши то все воздействует вот его магия масштабного мышления то как вы мыслите зависит от того с кем вы общаетесь учитесь у тех кто чего-то достиг находите людей с результатами общайтесь с ними растите очень хорошо сказано растите вместе со своими целями масштабируйте цели и будете сами масштабироваться я в плане мышления для меня абсолютно очевидно и очень наглядно было наблюдать ну уже в ретроспективе времени как рос наш бизнес а он рос исключительно следом за ростом нашего мышления вначале мы могли себе представить бизнес только в нашем районе так как то вот само собой вот мы только начали и мы даже и не мыслили о чем-то каком-то там мы думали только вот категориями ну вот где куда еще поедем ну вот к этим давай поедем к те и вот все наши мысли они были очень ограничены это был очень узкий круг и географически это было очень узко и среди людей это было очень узко и у нас был узкий бизнес в самом начале а потом мы стали думать о салоники это как бы ну считается у нас северная столица у нас два города вообще греции салоники афины но остальные маленькие совсем и мы думаем салоники о как это это же далеко это же как это в другом городе то начинать это что доездить надо что не наездишься и бензин сколько стоит а усталость как а где мы там остановимся а сколько мы там денег потратим когда остановимся вот так а потом решились поехали раз поехали два поехали а потом стали ездить по всем городам стоило только допустить позволить мысль расширить ее масштабировать вот она магия масштабного мышления мысль была вот такая мы раз и позволили мысли мышлению расширится сразу расширился бизнес потом за граница а как это за границей ты же вообще другая страна отчетом а там что другой номер надо открывать как туда летать чё с ними делать а какими это сейчас интернет есть вот мы сидим из разных стран а это извини меня 25 лет назад иду а чё туда лететь надо а где их там буду а где с ними там будут встречаться об а там что только с русскоговорящими сколько мыслей было мысли были вот такие там раз и начали работать бизнес раз расширился только допускаешь расширение своего мышления начинаешь его масштабировать следом за расширением твоего мышления начинает расширяться твоя жизнь твоя жизнь всегда будет результатом твоего мышления вот почему магия масштабного мышления или искусство мыслить масштабно это фундаментальная книга потому что она как раз этому учит об этом говорит что вся твоя жизнь это отражение и следствие того как ты мыслишь начинаешь улучшать свое мышление модернизировать масштабировать начинает улучшаться модернизироваться масштабироваться твоя жизнь но эта фраза у меня тоже записано цели также необходимы для успеха как воздух для жизни если у тебя нет вот цели которые ты горишь определись с маршрутом яркое детализированное представление о жизни которую ты хочешь создать для себя одержимость целью снабдить тебя физической силой энергии энтузиазмом и всем необходимым для достижения не одержимость целью это буквально в какой-то утрейсе я читал что цели это топлива в печке достижений цель это наше топливо мы оттуда берем энергию мы оттуда берем запал мы оттуда берем силы и если мы над этой целью как следует не поработали не позаботились они то ничего не будет поэтому еще раз я настойчиво призываю возвращайтесь к своим целям освежайте эти цели корректируйте их делайте так чтобы они были вдохновляющими для вас они просто формально записанными задекларированы на каких-то старых бумажках может быть давным-давно одержимость целью ну и соответственно разбейте цели на этапы ну что ж друзья я считаю что книга очень важно и это очень правильно и очень хорошо что мы за нее взялись пусть она у вас всегда лежит на столе подсчитывайте открывайте на своих закладках обновляйте почему-то что очень важно же напоминать себе периодически не периодически постоянно вот это очень важное слово ключевое правильные вот эти идеи правильные мысли они имеют значение если мы их все время думаем а если мы один раз их книжечки прочитали правильные мысли и думаю все классно все теперь знаю так ты через неделю тоже забыл а через месяц и вообще даже и не вспомнишь о чем книжка была поэтому ценность и полезность в этих мыслях только когда они находятся в твоей голове каждый день а для того чтобы они там поселились и каждый день находились их туда нужно как следует заселять это вот как микробиоту мы заселяем туда пробиотиками правильную микрофлору в кишечник каждый день с помощью пробиотиков то же самое это для нашего мозга тот же самый пробиотик каждый день туда эти мысли нужно заселять и когда ты каждый день туда заселяешь наступает время через несколько лет такая насыщенность что они действительно там остались они там задержались они становятся твоими постепенно и постепенно вот эти мысли становятся для тебя базой основой на основе которой ты принимаешь свои решения и оцениваешь все происходящее вокруг вот вот к чему нужны вообще эти книги это позитивное мышление чтобы это стало когда-то в какой-то момент чтобы это стало твоим мышлением не прочитаны к ним из книги мыслью а чтобы эта мысль стала твоей так вот чтобы она стала твоей ее туда нужно внедрять 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 настойчиво на протяжении долгого количества лет и наступая день когда ты сам начинаешь так мыслить когда это уже твоя мысль когда ты уже не не думаешь тебе уже не кажется что ты когда-то где-то ее прочел тебе кажется я всю жизнь так думал или как кажется но я думаю а я же понимаю что я всю жизнь так не думал по-другому я думал что к этому мы пришли просто в результате вот этого усиленного стремления овладеть этим мышлением потому что на самом деле успех это не просто проделать какой-то объем работы успех это перенять и внедрить сделать своей вот эту философию образ мыслей образ поведения успешных людей когда ты начинаешь жить и мыслить как успешный человек вот тогда ты стал успешным и деньги это следствие они придут в результате этого как только ты овладел этим мышлением как только ты стал твое нутро стало таким ты начинаешь магнитить день у тебя начинает все получаться если вам понравилось это видео ставьте лайк делитесь этим видео с друзьями и обязательно подписывайтесь на этот канал живите в полную силу живите со страстью